доброе утро ребята как спалось судя по тому что вы оставили наружу и и сколько вы накакали все хорошо вас да мы кушаем и какаем это уже большой прогресс и пьем водичку и писем вы молодцы ребята здрасте всем меня зовут олег новиков и сегодняшняя история про шесть маленьких щенят сразу хочу предупредить что история закончилась хорошо поэтому не переживайте началась эта история с того что несколько человек прислали мне сообщение в котором была ссылка на одну и ту же публикацию в этой публикации было минутное видео на котором человек показывал двух маленьких щенят на стройке и говорил что у них здесь нет ни еды ни воды и они здесь умрут смотри два щенка брошенных вот на такой стройке здесь нет ни воды ничего смотри два бедных несчастных я им воду принес они даже пить не могут слушай ветеринарную службу какую-нибудь зови я вышлю код не код мекум я тебя посылаю перешли перешли им умрут это видео было подписано так на стройке в таком-то городе найдены два щенка кто хочет и знак вопросов под видео не было ни номера телефона и не было понятно их забрали оттуда или нет вопрос в заголовке кто хочет не совсем мне понятен люди забрали их домой и пытаются пристроить или они оставили их на стройке это видео выложили в интернет два дня назад я обычно в таких случаях просматриваю комментарии в надежде увидеть что щенков забрали с ними все хорошо но в комментариях кроме вопросов без ответов ничего не было в комментариях даже кто-то написал что это не этот город а другой который находится в 40 километрах от этого места многие люди видели эту публикацию в интернете и задавали простые вопросы но никто из них так и не получил ответов я решил написать личное сообщение автору этой публикации я написал так здравствуйте ваш пост про щенков на стройке два дня назад все разрешилось где сейчас находятся малыши через какое-то время мне приходит ответ здравствуйте я не знаю и это был ответ я не знаю мне было понятно что малышей оставили на стройке я посылаю еще сообщение с вопросом есть точное место я послал сообщение и жду никакой реакции я пошелаю следующее пост вы написали в группе откуда у вас информация про щенков но хотя бы где находится эта стройка никакого ответа через какое-то время я получаю сообщение с названием города и это не тот город человек в комментариях был прав это не тот город это город который находится примерно в 40 километрах от этого места я делаю еще одну попытку получить хоть какую-то полезную информацию более конкретного места нет может у вас есть телефон человека который снимал это видео может он сам сможет мне объяснить где точно находится это место я послал сообщение и жду такие ситуации происходят довольно таки часто когда люди публикуют что-то в социальных сетях не имея достаточной информации и не имея желания отвечать потом на комментарии ну типа сделали публикацию в одной из групп и на этом их миссия закончилась в общем я так и не получил ответа на свое сообщение я вам больше скажу я до сих пор не получил ответа мне было понятно что никто туда не поедет просто потому что нет информации непонятно куда ехать и кого искать прошло уже два дня с момента первой публикации в интернете щенки могли перебежать другое место с ними могло случиться все что угодно на самом деле может прошло и больше чем два дня мы же не знаем сколько дней назад было записано это видео все что у меня было в данный момент это название города и одноминутное видео на на котором были несчастные щенки. В этот же день после работы я поехал в этот город. Я позвонил своему знакомому, который живет в всех краях, переслал ему видео и спросил, может быть, он узнает эти места. Он посмотрел и говорит, Олег, весь этот район одни сплошные новостройки. Я не знаю, где точно находится это место. Я не узнаю. И добавил, я даже не уверен, что это вообще там. В одноминутном видео, в котором человек рассказывал про щенков, был момент, когда он поднимает камеру и видно дома вдалеке. То, что я сделал, я остановил видео в этих моментах и сделал несколько фото. Ну, как бы вытащил фото из видео. Теперь у меня было несколько фотографий местности вокруг. Я надеялся, что, может, мне удастся найти это место по фотографиям. Шансов, конечно, было немного, но я решил попробовать. Когда я приехал в этот город, было уже полодиннадцатого ночи. В городе несколько районов новостроек на довольно-таки большом расстоянии друг от друга. Объехав несколько районов, я понял, что это бесполезное занятие, потому что в новых районах нет освещения ни в домах, ни на улице. Ничего даже близко похожего я не нашел. Искать таким образом в полной темноте это было невозможно. Я решил приехать на следующий день утром. Думаю, возьму на работе выходной, и у меня будет достаточно времени для поисков. Настроение у меня было ужасное, но ничего не поделаешь. Нужно было возвращаться домой. Ехать домой примерно полтора часа. И нужно было еще успеть хотя бы пару часов поспать. Доброе утро всем. Время сейчас 4.43 утра. Очень рано. Я не выспался, как обычно. Я еду за двумя щенятами. Ехать мне где-то час тридцать до этого места. На самом деле я еду с небольшой надеждой их найти. Потому что я не знаю точно, где они. Мне прислали сообщение о двух маленьких щенятах, которые сидят на... Это такой строящийся район. На дороге. У них там ни воды, ни еды, ничего нет. Непонятно, что это за место. Я только знаю, что это город. Ну, как бы это город, который расстраивается. Там этих участков строительства очень много. Я вчера поехал вечером туда, но приехал уже поздно. И в темноте там вообще ничего невозможно найти, естественно. Потому что там... Ну, это новый район, и там нет электричества вообще. Это уж просто темень. Поэтому я еду сегодня утром. Все, ехать я как раз приеду. Будет уже светло. И поеду их искать. Я очень надеюсь. Конечно, шансов, что я их найду, очень мало. Потому что прошло два дня. Но я должен поехать посмотреть, чтобы я был спокойным. Я надеюсь, что их уже забрали. И что их там не будет. А если нет, то с ними все в порядке. И я их заберу. В общем, такая вот история. Утро начинается рано. Все, едем. Приключения. Все. Ой. Как же ж рано. Все, едем. Я ехал по дороге и думал. Может, их забрали. Может, они сейчас уже у кого-то дома. Чистые и сытые. И спят на мягких подушках. А я зря еду их искать. Я очень надеялся, что с малышами все хорошо. Добравшись до места, я стал объезжать новостройки. Были места, в которых вчера я не мог проехать. Просто потому, что дорога была не для моей машины. Но как бы дорога есть. На дороге глубокий песок, как пудра. Не во всех местах я мог проехать. Я оставлял машину и шел пешком. Рассматривал места и сверял их с фотографией. Все районы очень похожи друг на друга. Я не мог найти это место. Даже когда было светло. Вроде все понятно. Окраина новостроек, большой пустырь. На другой стороне дом, который очень отличается от других. Вроде все просто. Но ни в одном из районов я не увидел этого здания. Я решил, что все равно найду это место. У меня сегодня выходной. Мне некуда спешить. У меня целый день впереди. Буду искать, пока не найду. Мне удалось найти эти дома. Я увидел издалека место, которое искал два дня. Я проехал немного вперед до конца бетонного ограждения. Развернулся и поехал обратно. Когда я возвращался обратно, рядом с разворотным кольцом, в куче стройматериалов я увидел щенка. Было далеко и я мог обознаться. Но по-моему это был щенок. Я обрадовался и подумал. Есть один. И это уже хорошо. Но я не знал, какой большой сюрприз ждет меня дальше. Я заехал на Трутар. Проехал до конца дороги. Остановился около набросных стройматериалов. И пошел искать малышей. Привет. Привет. Ну, ой-ой-ой-ой. Вот у меня красавцы. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Да, пять вон штук. Вот какой у меня детский сад теперь будет. И мои ребята хорошие. И мои красавцы. У меня с собой было несколько вкусняшек. Такие пахучие палочки. Хотел проверить реакцию на запах еды. Реакции не было. Это очень плохой знак, когда голодная собака перестает интересоваться едой. Это означает, что организм перестает бороться. Я засунул руки в поддон и проверил доски изнутри. Важно, чтобы не было гвоздей. Чтобы не поранить щенка. Теперь можно было аккуратно вытаскивать малышей по одному из их укрытия. Продолжение следует. Один есть. Продолжение следует. Продолжение следует. Еще один. Вот такой. Это трое, осталось, по-моему, еще двое, вот он, один, и вот второй. Вылазить будем или как? Поехали домой, ребята. Хорошо, как вас вытащить? Не, не, не начнай. Стой, 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 не, не, выход у нас вот здесь. Выход у нас вот здесь. иди что тихо тихо этих не ты посмотри что ты посмотри какой ты ничего делать ничего ничего делать не все ты все равно нет нет ты посмотри какой-то упертый а тихо стой ну зачем ты это делаешь объясни меня а я не могу поднять эту штуку пошли вот он вверх и сюда влазишь есть тихо 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 ты кто такой ты пацан такой вредный а ты чё такой вредный но остался еще один последний самый самый тяжелый потому что у него больше всего места под этим ящиком я его поднять не могу потому что вот это люки они очень они очень тяжелые даже из выдвинуть его не смогу никак ну сейчас я попробую как нибудь еще в таком месте лежит далеком какого достать оттуда блин ну еще не а их оказалось шесть их шесть это пацан 6 штук о я многодетный папа да еще один можно начальник морда сидит ну что пошли поменьше мне кажется сейчас я попробую за за здесь за попу и за заднего вытащи на эту сторону вот умница ты красавчик секунда передышка все это кто это девчонка ты красавица что ты смотришь на меня а все сейчас опа ой красавица вы мне вот какой у меня выводок так раз два три четыре пять шесть не не туда не лезь туда нельзя здесь сиди попа одна торчит все сиди так я посадил всех малышей на в машину на подушку и обложил всеми вещами которые у меня были чтобы им было удобно я попытался дать им воды из шести щенков только двое смогли пить сами состояние малышей было не очень хорошее да нужно пить и но 飢 как и и а Тяжело. Красавица. Напить. Тяжело. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Надо пить, малыш. Давай еще. Они должны были пить воду, они должны получить хоть немного жидкости. Я взял шприц без иголки и каждому потихоньку, по чуть-чуть дал немного воды. Все были послушные, мне удалось напоить каждого. Для первого раза это было достаточно. Хорошо. Хорошо. Воды залить, потому что без воды совсем нет. Хоть по шприцу воды залить не буду пить. Нормально. Молодец. Молодец. Вот. Ай малочек. Ловен девц. Красавица. ты ну красавчик кто пацан буду заливать потому что пить они пьют да-да-да-давай молодец ты послушный мальчик ты послушный мальчик да еще и послушный мальчик давай все и он кусается и он кусается и он кусается гуфи по вам бегают как слоны так не писи на меня не бойся ну давай глотай ты что можно пить ну не бойся ты что только перепугаешь будешь сам пить не бойся ну давай чего ты пока не попьешь не отпущу надо пить ты должен пить надо попить обязательно собака должна пить сама это очень важно я знал что если в ближайшие пару часов малыши не будут пить сами нужно будет везти их к доктору щенки были несколько дней без воды в нашем жарком климате это совсем не игрушки ближайший нормальный доктор которого я знаю в часе езды от этого места а сейчас во время пробок и то больше становится жарко сейчас посижу немного выйду пройдусь еще посмотрю но в принципе они все были под ним и тем же ящиком 6 штук все такие красавцы не посмотрел сколько там мальчиков и девочек не важно дома посмотрю в общем все сейчас пройдусь посмотрю нет ли еще кого-то и поеду буду их купать грязные все в кличах просто ужас и трусливые боятся хорошие ребята детки сейчас еще пройдусь посмотрю и не дурно вот на этом месте вот тут нет ли еще кого-то здесь но вроде как нет так кажется не думаю что они были далеко так потому что все-таки в той стороне там машины стоят и там хоть есть вода хоть какая-то потому что без воды они бы три дня точно не не прожили бы не выжили поэтому я думаю что они все-таки где-то там в той стороне были ближе сейчас я пройдусь все хорошо вот какая-то еда высыпана вот здесь вот сыпали какой-то рисом или что это наверное это еда для ченков рис больше нет еще раз проверить я прошелся по округе заглядывая под разный строительный мусор больше никого не было теперь можно было ехать домой уже попрятались и по дыркам да ну иди вы все позвали вниз вот трусы и все-таки это ужас пока я ходил малыши прятались кто куда кто под одеяло кто под вещи один даже умудрился залезть за заднее сиденье малышей было шесть две девочки 4 мальчика на улице рядом с деревянным поддоном под которым прятали щенки лежал большой картонный ящик я думаю что именно в нем их туда и привезли я забрал этот ящик поставил на переднее сидение в машину положил во внутрь мягкую кофту а на нее всех малышей так им будет намного спокойнее вместе да и мне будет удобнее наблюдать за ними во время движения мы поехали домой малыши уснули через 40 минут я остановился на обочине еще раз дал каждому воды все малыши пились самостоятельно я был очень этому рад было видно прямо на глазах что им становится намного лучше они уже не так боялись переложил всех на покрывало на заднее сиденье пробовал дать им еды но никто из них не захотел кушать но это не страшно сейчас самое главное это вода нужно дать им просто немного успокоиться и все обязательно будет хорошо наконец-то мы добрались домой сейчас мне предстояло отмыть маленьких грязнули и очистить каждого от паразитов послужный мальчик стоит не вырывается да уже скажи замучил ты меня уже своими купаниями уже надоел такой красавица да все такое грязнули надо подождать чуть-чуть чтобы лекарство заработала и потом я тебя смыла все же сидишь у тебя плохо что ли балдеет нужно было каждого отмыть от грязи намылить шампунем подождать потом смыть по выбирать всех паразитов отмыл 1 несу в чистый домик и беру за следующего возился так до самого вечера зато какие красавцы получились такие они красивые чистые просто не нарадоваться и 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 так закончился первый день шести близнецов девочек назвали эммой трэйси мальчиков назвали джуани маркус оливер и том доброе утро ребята как спалось судя по тому что вы оставили наружие и сколько вы накакали все хорошо у вас да мы кушаем и какаем это уже большой прогресс и пьем водичку и писем вы молодцы ребята а где еще один ты че туда заноркался иди сюда обратно все какой ты красавица красавица первые дни кормили малышей маленькими порциями я не знаю сколько дней они были голодными поэтому лучше кормить маленькими порциями но почаще буду кормить малышей что я делаю пусть я делаю так так начинай давай ты начинай значит что я делаю я готовлю вот такую вот еду это сухая еда с водой мне важно чтобы они сейчас ели как можно больше жидкости и мне надо проконтролировать чтобы они поели все они потихонечку сейчас будут выходить и я буду кормить подушечки чтобы точно проконтролировать ближе чтобы точно проконтролировать что они покушали выходи небось ближе еще так так вы там сидите иди есть что есть ну-ка иди держи держи иди мне важно чтобы они все поели поэтому я хочу проконтролировать и каждый кто поел я буду в домик его прятать то чтобы я знал что они все поели это принцип первая еда такая которая можно можно дать ее им сколько сколько они хотят что вчера я еще их немножко ограничивал я им не рекомендовал немного но часто потому что они непонятно сколько времени они ели не ели сегодня в принципе уже можно дать им покушать сколько они хотят сейчас я просто прослежу что они все поели каждый и потом оставлю им их если кто-то еще захочет он всегда сможет выйти и доесть поэтому не переживайте я просто хочу убедиться что каждый из них поел получил свою хотя бы минимальную порцию и я хочу посмотреть как они едят они в принципе кушают все хорошо и это очень радует потому что три дня без еды без воды это так иди ставь ты понял ты идешь да иди ставь держи давай 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 Пиши. Ну, кушай. Тихо, тихо. Домик. Это пять. Остался один. Давай, товарищи, выходите. Ты будешь кушать? Не хочешь кушать? Все кушали хорошо, кроме одного малыша. Малыш Оливер не хотел кушать. Что-то ему мешало. Он сильно боялся. Его нужно было уговаривать. Кушал он только на руках и только чтобы ему держали мисочку. Но это прошло через несколько дней. И малыш Оливер кушал вместе со всеми. Уговорил. Все. Все поели. Проконтролировал. Оставляем еду на чуть-чуть еще. Если кто захочет доест остатки, еще есть целая коробка. Поэтому, ребята, давайте доедайте. Оставлю еще еду на 10-15 минут. Если они не будут есть, я не оставляю еду в открытом доступе у них. Каждый поел. Все. В следующий раз через 2 часа. Когда я не выхожу к ним, они бегают здесь. Как только дверь открывается, они все забегают вот туда. Все гурьбой прячутся. Чего вы боитесь меня? А, обезьяны маленькие. Что случилось? Все. Все 6 штук забились в уголок. Покушать вы покушали. Молодцы. Ну, чего вы испугались? Чего вы боитесь? Я же хороший. Чего ты? Ну? Чего вы залезли? Да все в кучу. Вам же неудобно. Вылазьте. Сейчас я уйду, они все вылезут обратно. Как только я захожу, они тут же прячутся. Я что, такой страшный? Да? С вами все будет хорошо. Какой хозяйственный. Все в дом. Правильно. Прошло время, малыши неплохо набирали вес. Перестали бояться, когда я их брал на руки. Было видно, что они начинают привыкать к новой обстановке. Нужно было потихоньку начинать искать им дом. В один из выходных мы сделали фотосессию для каждого щенка. Это было что-то необыкновенное. Все малыши просто модели. Такие глаза, такая мимика. Такие они все классные. Очень хорошо получились на фото. Заодно. Да? Да. А то-как. Субтитры подогнал «Симон» Мы выбрали самые лучшие фотографии и сделали объявления для каждого Сделали объявления и опубликовали в интернете по разным группам Все, кто нам писали и на наш взгляд подходили, мы приглашали на день усыновления в приют Было много желающих усыновить малышей Приютские ребята проверяли каждого потенциального родителя Нужно было пройти небольшое собеседование Малышей забрали всех в один день Такое бывает редко, но бывает В этот раз повезло, все уехали в свои теплые дома Сейчас прошло время, я могу сказать, что все малыши попали в очень хорошие семьи Ребята, которые забрали малышей, создали свою закрытую группу Которую назвали «Братья-близнецы» И нас туда приписали Поэтому мы теперь в курсе всех событий На самом деле идея очень интересная Они разговаривают друг с другом Меняются фотографиями Рассказывают, советуются, спрашивают Они все дружат вместе Ну, они же практически семья Я очень рад, что малыши в надежных руках И теперь за них можно не переживать Очередной раз хочу сказать огромное спасибо Всем ребятам за заботу о малышах Вот так закончилась история Братьев-близнецов И теперь с ними все будет хорошо Помогайте по возможности бездомным животным Будьте хорошими людьми настолько, насколько это возможно А на сегодня все Удачи всем, берегите себя Всем пока Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»